Продолжение следует... И в эфире Винвинзум номер 618. Тема сегодня гид Котовод или авторская Кота-экскурсия по Перми. Спикер Лада Бекова, ВВК.ком, Коша подчеркивание Лада. Лада, добрый день. Здравствуйте. Лада, было бы шикарно, если у вас еще была бы и творческая фамилия Лада Котова. Нет, пока еще к этому не пришла, пока просто Лада Бекова. Но коты у вас присутствуют в жизни, но не только коты. Вот ближайшие выходные у вас будет экскурсия в Перми по прабарышин. Барышни и пермячики. Да, правильно. И еще одна и три центра. Две экскурсии у меня в эти выходные планируются. Да. И про барышин, кстати, дореволюционных. Точнее про баронессу. У вас есть фрагмент стихотворения интересного. Мне кажется, он очень... Интересный штрих покажут к вашему портрету. Я зачитаю. Когда белый свет оккупирует бесы, когда повсеместно бесчистствует зло, безропотно бальный наряд баронессы меняется на сапоги и седло. Оказалось, что это была такая легендарная белая баронесса София де Баде. Гражданскую войну она за белых воевала. Да, единственная девушка-прапорщик, служившая в коннице. Этот стих написал поэт Константин Фролов. А у вас муж, Роман Фролов. Получается, это его родственник? Это не муж, это молодой человек. Просто поставили статус. Ну, Фролов, Константин поэт, это его, получается, кто? Я не знаю. Одна памилец просто, теска. Но очень интересно. И вообще про авторские экскурсии, про историю края. Я сам на этих экскурсиях бывал в Перми, да. И когда экскурсию ведет харизматичная личность, то весь город преображается. Мы как на карте Google видим там много слоев. Это волшебное ощущение. Как создать? Про котов тоже поговорим. Как создать? Ну, наверное, для начала просто хорошо подготовиться к экскурсии. Подготовить материал. Прочитать не только факты из интернета, но и попытаться откопать какие-либо интересные данные по тому или иному вопросу. Помимо истории города, обязательно отсылаться на общий концепт истории России, всеобщей глобальной истории. Потому что таким образом получается показать, что наш город – это не какая-либо отдельная такая ячейка, а часть одного общего, единого, целого. Так люди как-то проще как будто бы воспринимают. Они отсылают события нашего города на те моменты истории, которые они, допустим, в школе проходили, либо сами где-либо слышали из произведений массовой культуры, допустим. И вот это первый аспект, наверное, именно подготовленность к экскурсии. Во-вторых, сама подача материала. Обязательно использование какого-либо наглядного материала, будь то фотографии, будь то видеоролики, если это, допустим, тур продолжительный, на один или на более дней куда-то выезд в Пермский край. Обязательно что-то нужно наглядное, потому что есть такие моменты, которые словами, конечно, можно объяснить, но людям будет это тяжело воспринимать, тяжело слушать. Как на гугл-картах есть слой фотографий, которые можно посмотреть с этого места. И про эти волшебные слои, Лада, вот вы историк-политолог по образованию. Я еще студентка, я студентка Пермского госуниверситета, преподаватель истории и географии. Но чтобы стать авторским курсоводом, не обязательно иметь высшее образование, или все-таки обязательно? И что еще нужно иметь в душе? У меня есть много знакомых, у кого высшее образование или даже там среднее профессиональное, оно не является профильным. Они не являются специалистами в области истории, географии, туризма. А есть знакомые вообще фармацевт, есть знакомые, кто, допустим, из экономической сферы уходили в туризм. Но при этом они... Что-то вас объединяет. Да, это в первую очередь интерес, это желание изучать, желание транслировать эту информацию. Знаете, есть такой жанр городской фэнтези? То есть мы идем по городу, и через ваши глаза мы видим как бы много слоев в городе. То есть параллельные миры мы видим, художественные миры, промышленные миры, духи этих людей известных, которые здесь жили. Они по улицам все еще ходят благодаря вам. Вот я помню свои ощущения, такое авторское суть сюда, что идешь, как будто ты оказался действительно в таком фильме фэнтези, где благодаря авторам мы параллельно можем проживать в эту минуту несколько жизней. Как создавать это ощущение, Лада, ваши личные секреты? Сейчас и к котам перейдем. Мне кажется, лучший способ – это, конечно, театрализация. Так я участвовала одновременно. Как вы в костюме кота. Да, допустим. Но для большей наглядности приведу другой пример. Работала с Игорем Серебренниковым проект «Живая история». Да, он у меня тоже выступал. И у него была театрализованная экскурсия, называется «Призраки Перми», где экскурсовод рассказывал про различные городские легенды, мистику, и параллельно где-нибудь из-за угла возникал призрак. Я как раз на этой экскурсии работала актрисой. Призраком. Да, подкидывала младенца к дому Мешкова, а потом рассказывала про проклятую дочь от первого лица на Игошихинском кладбище. Мне кажется, вот такой способ театрализации, он, наверное, наиболее полно погружает слушателей в ту или иную историческую эпоху, в тот или иной момент, период, историю. Вы сказали «от первого лица». То есть мы не просто театрализуем, мы можем вжиться в роль какого-то местного персонажа, да, легендарного, разузнать все неизвестные факты про него и, наверное, что-то еще додумать, чтобы получилось художественно убедительно. Целый мини-спектакль. Да. Моноспектакль. Актерские способности нужны. Разве это. Экскурсовому они, в принципе, нужны, мне кажется, потому что транслировать с точки зрения ученого, историка, информацию, это, наверное, классно, если это идет лекция в университете. А если экскурсия, где люди хотят что-то большее получить, чем просто информацию, то, наверное, надо уметь вот таким образом погружать, быть местами актером. Ну, еще вот образ, который вы транслируете, лично ваш бренд, да, у вас ВКонтакте, я посмотрел. То есть не даром же вы про эту баронессу вспомнили, да? То есть мне кажется, что я как человек сейчас, занимающийся духовным ростом, в том числе всякие источники эзотерические читаю, да, вот я точно уверен, что вы действительно были где-то там в предыдущей жизни баронессой, может быть, еще кем-нибудь, да, то есть что-то вас влечет, да, к этому, что-то вы вспоминаете. Расскажите, есть у вас какие-то такие ощущения, когда вы бываете в каких-то местах и возникает ощущение дежавю из предыдущей жизни? Ну, вот, честно говоря, не обращала на это внимания. В принципе, я не поклонница подобных идей, так сказать. Поэтому и с собой как-то... Но на барышню-то вы похожи. И скажите, кстати, почему вам нравится этот стих про эту баронессу, которая на коня села и поехала защищать свою белую идею? Потому что я в последнее время в целом начала увлекаться историей белого движения в целом в границах России, ну и именно точечно по территории современного Пермского края. Как это было? Почему? То есть белая идея вас привлекает больше, чем красная. Но это означает, что как же, как говорят эзотерики, то есть ваш род, видимо, сила рода ваша тянет именно к белой идее, а не к красной идее, понимаете? Ну, это у меня... Вообще, если смотреть родословно, родственники были раскулаченными. Они были зажитыми крестьянами сами. Прямо так ярко, как-либо в гражданской войне, насколько знаю, не участвовали. Какие неизвестные факты? Никак не можем перейти к котам, но коты тоже интересно, но про белое движение тоже интересно. Вот, какие неизвестные факты про Пермский край люди многие не знают. То есть мы смутно помним там, что там и белые проходили, и красные проходили, в конце концов, да, и много чего было. Что самое поразительное вы рассказываете? Ну вот, я всегда делаю упор на такое небольшое село Сепыч, которое находится в Верещагинском районе, потому что у меня по отцовской линии там родственники жили. Ну, не конкретно в Сепыче, а рядом село Соколова. И село знаменито тем, что там находится плод старообрячества. И вот, в годы гражданской войны тоже ситуация была действительно очень жестокая, страшная, в этом селе, потому что буквально кого впервые, какая страна успела завербовать. Поэтому бывало такое, что один брат поддерживает красных, один поддерживает белых. Когда вот столкновения происходили, буквально брат на брат ошел, действительно страшные события происходили. Вот, я рассказываю про это село, потому что там было одно из крупнейших восстаний в нашем регионе времен гражданской войны. Вот, ну и потому что есть, так сказать, личная составляющая тоже. И что еще, что еще, ну много достаточно в последнее время интересуюсь личностью Михаила Александровича Романова. Вот только я про него подумал. Никак мы не можем найти его могилку, но где-то она здесь, в пригороде Перми. Ну да, предположительно, на территории современного микрорайона Вышка-2. Напомним, что это брат Николая Второго, которому он передал власть, но он, Михаил, отказался через сутки, да, после этого, так сказать. Я вообще слышала не раз от туристов, к чему я как раз вела, что Михаил являлся последним императором российским. На самом деле это не является правдой, почему? Потому что, да, Николай отрекается от престола в пользу Михаила. Михаил не принял, да. Да, Михаил не то, что отрекся, он даже не принял это, он не был коронован, поэтому императором его называть неправильно. Все-таки последним императором был Николай Второй. Вот эта сага, она идет, и когда-нибудь, может быть, мы что-то его узнаем, да. Ну, в Екатеринбурге вы тоже бывали, я там несколько лет прожила, сейчас на Черноморском попережье, вот, и вы там, у вас тоже есть фото, я видела, да, вокруг, рядом с храмом на крови, там вы что чувствовали? Ну, первое вообще впечатление, когда только вот подъехали, к нему, но это, конечно, величие храма, то есть я не думала о том, что кроется за этими стенами, почему он тут стоит, меня впечатлил именно внешний вид, действительно, храм монументальный, храм очень красивый, как внутри, так и снаружи. Ну, вот, прогуливаясь, все-таки чувствуется атмосфера, что место действительно поистине страшное, еще если потом спуститься вниз, получается, не помню, какая там улица идет, и где вот идет скульптура как раз императорской семьи, то уже становится понятно, что за такой внешней красотой на самом деле прячется действительно трагичная история. Вот там, я помню, был рядом, мне показалось, что небо такое высокое, когда смотришь, прямо там снизу стоишь, смотришь на небо. Вот, а теперь резкий переход к котам, Лада. Коты, котов все любят. Да. Но чтобы сделать интересную экскурсию про котов, надо постараться. Но у нас есть в Перми несколько скульптур котов, да, вот прямо начинаете от одной из них. Я вроде ее смутно помню, что давно уже в Перми не был. Сколько у нас скульптур котов вообще в Перми? Ну вот про те, которые я знаю, во-первых, около кинотеатра Кристалл находится скульптура кота, потом кот на батарее около Пермонерга здания на компросе в парке имени Горького скульптура бездомному коту, которая вот по инициативе Гали Мори была установлена. Далее по компросу сквер сказок Пушкина. Галя Моря наша легендарная котозащитница и у нее котокафе. Сейчас работает все еще? Да, недавно была котика в Гладилове. И вы, кстати, после экскурсии людей приглашаете в какое-то кафе по их желанию. Ну да, то есть мы можем два варианта завершения экскурсии либо у театрального сквера, это в случае, если группа организованная, в особенности детская, а если группа сборная, то идем до котокафе и там при наличии мест предлагаю людям зайти. Это тема еще возникла у вас из вашего личного интереса или по запросу, так сказать, интересующихся зрителей, ваших участников, ваших бывших экскурсий. На самом деле вот у меня зимой встал вопрос, что я хочу создать какую-либо интересную театрализованную экскурсию. И вот пришла в голову идея как раз с котой экскурсии. У меня к тому же было гигуруми, такой костюм в полный рост в виде кота. Я его покупала для проведения одного флешмоба и поняла, что его... А, то есть костюм был и пролеживал, надо было его как-то выгулить. И вот появилась идея создать кот-экскурсию, начала искать, собирать материалы, провела пробную экскурсию для своих знакомых. Зимой еще, да, по-моему? Да, зимой еще было. А потом некоторое время была достаточно сильно занята, особо ее не раскручивала. И вот познакомилась с турфирмой Рассвет, начали с ними сотрудничать и как раз эту экскурсию уже, можно сказать, под их видение отдала, что они мне находят туристов, я уже провожу. Таким образом. Турфирма называется Рассвет Тур, по-моему, да? Да, Рассвет Турфирма. Там одна С, Ра, потом посмотришь буквой Свет, потом Тур. И у них цикл называется Бюро авторской экскурсии. У нас есть вот живые экскурсии, вы упоминали уже их автора, да? Который у меня тоже участвовал. Живая история у Игоря. Да, а это Бюро авторской экскурсии, давно у них работает вот эта линейка? Написано новый цикл. Честно говоря, не знаю, вот, что те, кто сейчас работает, это вот один из первых. У нас весной, по-моему, в апреле как раз было собрание с экскурсоводами, где обсуждали. То есть сейчас начинается лето, можно еще присоединиться, если у кого-то какие-то интересные идеи, да, и прийти к вам и предложить идею экскурсии. Это, конечно, все равно не со мной обсуждается, но, ну да, к вашим кураторам, да. Вот, и идея им понравилась. Они как-то проверяют содержание экскурсии, когда вам предлагаете новый маршрут? Я отправила маршрут, отправила, что, чего туристам дам ждать, точку старта, точку финиша, день, время, и все, и поставили экскурсию. Просто они вас уже знают, да, по другим темам, поэтому содержание экскурсии не контролируют уже, да, доверяют вам. Ну, думаю, что да, но меня посоветовали просто. Вот, Варвара Авдеева, она раньше со мной работала в живой истории, тоже менеджером была, и сейчас она в рассвете работает. Вот, про скульптуру мы выяснили, теперь, как кошки вписаны в историю Пермского края. Значит, у вас там есть в анонсе про кошка-мурка была звездой балета Пермского, видимо, да, потом в годы войны как хвостатые вымогали, именно в Перми, видимо, тоже. Расскажите, какие интересные факты. На самом деле, именно к пермским кошкам привязываться достаточно тяжело, потому что истории сохранилось мало, и поэтому я привязываюсь не к пермским кошкам, а к местности, к тем памятникам, к тем местам, которые мы проходим. Так, например, вот, начинаем с достания Перми-энерго, кот на батарее скульптура, там рассказываю про то, почему у нас в Перми так много, наоборот, памятников, посвященных городским коммуникациям, и рассказываю про самого котика как символ домашнего уюта. Далее спускаемся, смотрим на горизонте башню смерти, рассказываю про кота полицейского, потом уже гуляя по горьковскому парку. Про кота полицейского это какой кот? Была история какая-то? Да, была пермская кошка, которая работала в полиции. Всего рассказывать года, а то на экскурсии неинтересно будет уже идти. А как вы эти факты находили про разных местных кошек? Есть достаточно много публикаций, это во-первых, в интернете можно найти, если хорошо покупаться. Ну и что-то случайно попадалось, что-то сама знала, допустим, про кота Марсика, который жил в Пермском госуниверситете, и даже приходил на пары на лекции слушать, что рассказывают преподаватели. А как вы костюм свой задействуете? Вы же прямо в нем ходите, да, в этом? Да, я хожу прямо в костюме и так прямо и представляюсь в начале экскурсии, что я Лада, пермская кошка, кошка непростая, очень умная, и вот расскажу вам сегодня про своих знаменитых сородичей. Гид-котовод. Да, получается. Можно понять, что вы гид водите котов. Надо, да, придумать, придумать дополнение туристам, ушки еще надевать, чтобы они еще сильнее погружались. А у вас-то кот тоже есть дома какой-нибудь? У меня, к сожалению, пока что кота нет, у меня крыса живет. Вот, крыс, раньше две крысы было, один вот летом в прошлом, к сожалению, погиб у меня, и вот второй остался. Второго зовут Ганс, уже такой большой достаточно, возрастной, скоро ему уже два года будет. Вот, а кота не могла завести, потому что сначала жила с родителями, они были против, потом снимала квартиру, на съемной квартире тоже не получилось бы с котом. Ну вот теперь коты попали в вашу жизнь вот таким образом. А люди, которые, пока у вас была только одна попытка, так сказать, генеральная репетиция зимой, да? Почему нет? Проводила еще одну индивидуальную экскурсию, кота-экскурсию, это раз, и был опыт проведения обычной обзорной экскурсии в костюме кота. Приезжали девочки, маленькие, гимнастки, то ли гимнастки, то ли танцовщицы, что-то из этой сферы команды. Насколько помню, из Удмуртии они, и вот заказали экскурсию их руководителей, обычную обзорную, по основным достопримечательностям, но в костюме кота. Но в образе кота. Естественно, вам пришлось как-то еще фото-темы, да, упоминать раз в костюме кота. Естественно, да, естественно. Проезжаем, допустим, театральный сквер про кошку Мурку расскажу, точнее, про кота Мурку. Оказалось. Вот, и вписывала кота-экскурсию в обычную обзорную, потому что люди не местные, им, они все равно много про город наш не знают, и надо было рассказать и историю обычную, и историю про котов. Я начал спрашивать про тех, кто приходил уже на пробные эти экскурсии, на кота-тему. Это вот именно кошатницы или не совсем те, кто кошек держит? На самом деле люди разные. Есть такие, кто вот как я хочет кошку, но при этом не имеет возможности, допустим. Работа такого типа, что не получается, должен времени уделять. Вот для них есть кота-кафе, кстати, у кого дома кошек нет, они могут туда прийти. А теперь еще и к вам. Ну, кстати, вот в кота-кафе я сама регулярно закажу, потому что котов люблю, но вот не имею возможности. Сейчас хоть уже квартира и своя, но завожу, потому что летом опять начнутся туры, поездки. Тут я сейчас в гостевом доме на побережье Черноморском, тут у хозяйки три кота, они приходят ко мне в гости по очереди все полежать, помурлыкать. Да, поэтому у них тоже коты-экскурсии, но ко мне в номер. Ладно, сформулируйте нашу тему сегодняшнюю. Как придумать авторскую экскурсию, которой раньше не было, то есть какая-то совершенно новая тема, но для этого нужно все аспекты продумать. В общем, какие? Один, два, три. Во-первых, нужно четко определиться, что интересно изучать, о чем интересно говорить, потому что если тема именно мне не отзывается, я о ней понятное дело говорить не смогу. Интересно, так, чтобы людям это понравилось, так, чтобы у них это как-то усвоилось. Это, во-первых. Во-вторых, нужно хорошо продумать, как эту авторскую экскурсию разнообразить. Либо это будет квест-экскурсия с какими-либо заданиями на локациях, либо это будет театрализованная экскурсия в каком-либо костюме, либо с привлечением актеров. Как у вас в костюме кота, и одновременно костюм кота диктует рисунок роли ваше. То есть вы, по сути дела, что-то от имени кота говорите, да? Во-вторых, в-третьих, что еще могу сказать? Нужно ли проводить генеральные репетиции? Ну, бизнес называется, мы эту гипотезу проверяем. Сколько это вообще интересно людям, прежде чем ее выводить на большую аудиторию, там, заключать контракт с каким-то агентством? Мне кажется, да, все равно нужно первый раз провести именно для своих знакомых, для своих друзей, там, просто опубликовать. Но они вас и так похвалят, они вас так любят, поэтому тут надо кого-то, тех, кто вас еще не знает. Тогда, тогда как, я вообще провожу обычно для своих знакомых, экскурсоводов, которые могут и похвалить, но при этом уже с профессиональной точки зрения сказать, что класса нет. Вот, поэтому лучше, конечно, звать людей, которые имеют в этом опыт, которые в этом разбираются и вот смогут уже дать, громко скажу, эксперт. Хотя бы еще позвать одного автора экскурсии, да, чтобы он оценил вот именно с этой точки зрения, да, свежий взгляд, так сказать. и потом куда можно пойти? Самому набирать или все-таки пойти в несколько агентств и предложить это? Ну, тут уже кому как. Если человек, допустим, уже и так известен в городе по каким-либо другим делам, является, допустим, общественным деятелем, то ему, наверное, проще уже работать на себя, у него есть аудитория и так будет и по деньгам выгоднее, ну, к тому же, зачем лишние телодвижения, если так все есть и так можно просто пост опубликовать, люди придут. Если у человека имени нет, то лучше, наверное, с кем-то поработать, будь то это турфирма, либо вот еще могу посоветовать проект, с которым я не так давно взаимодействую, называется «Прогулки по Перми». Это экскурсия на основе Free Donation на разные темы. Вот гиды предлагают, публикуют это все в группе, а люди уже приходят. Еще мне рассказывали авторы экскурсии, что есть разные порталы, там тоже довольно выгодно, потому что там будет много клиентов, тоже они забирают часть дохода, не помню, сколько процентов. Да, тоже как вариант. Еще вариант, у меня иногда люди с Авито приходят, особенно иногородние, часто именно на Авито пишут. Если коротко, за 30 секунд, в чем прелесть кота экскурсии, вот чем она отличается от других? Тем, что она очень милая, пушистая, а главное, интересная. Я говорю про историю города и при этом про котиков. Два в одном, так сказать. Лады, какая у вас миссия сейчас в двух словах? Чтобы осталось два слова. Это наша финальная рубрика. А миссия в плане, в каком плане миссия? Но миссия вообще по жизни. По жизни? Я не могу ответить на этот вопрос. Пока еще не пришла какой-либо миссии. Ну, тогда какие два слова могут выразить вашу девиз, что ли, такой, да, который можно на флаге написать или в комнате повесить? Мяу-мяу. Мяу-мяу от Лады Быковой каточка ком Коша подчеркивает Лада. Наша тема сегодня гид-котовод или авторская кота экскурсия по береми и не только. Вообще, как создать новую интересную идею авторской экскурсии. Лада, спасибо, удачи вам. Пожалуйста. Как привлечь инвестиции? Где найти партнеров? Как защитить свои интересы? Верхникамская торгово-промышленная палата. Надежный партнер и помощник в создании и развитии бизнеса. Город Березники, улица Юбилейная, 17. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова